Я хотел бы вам еще, пока у нас такие меланхоличные настроения, я хотел бы вам проспевать колыханку. Колыханка потребна всем, не только нашим детям, а колыханка потребна дорослым. Колыханка потребна людям сталым, старым. Начальству в Беларуси потребна так само. Я думаю, так само начальству и в Израиле потребна колыханка. Когда их детки, их близкие, самые любимые люди, спевают на уху колыханку, генералом становится немного лучше. Наши колыханки белорусские, они могут быть немного депрессивные, но кто-то из Беларуси видит в этом вкус. И еще, даже не про ностальгию, в этих спокойных, от природы, гуках, есть вот нечто, которое называется секретом души человеческой, которая родилась в этой дивной стране. На вершу Бородулина, Регор Ивановича, колыханка называется «Тиха ночь ступает». «Тиха ночь ступает, зорною с овенькой, по синим дунаям, где плыве сивеньки. На весе юнкатку, мед солодки у каццы, можно будет тятку потековой каццы. Медом в очки мажа, долго-то скука же, ах, этого деда деткам треба ведать. Не рыпять завесы, колизой девкато, добрым сном завеса деду бородой». Детя, дедоку лодку, забирай и лодку, няхай засыная на синим дунае. «Як засне до мамы, забяры малую, хвалит пиуть помалу, месяц шек веснуе. Люли, 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 лодка, спимая и лодка, люли, 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 зорники поснули. Не рыпять завесы, колизой девкато, добрым сном завеса деду бородоты». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова